Что представляет собой российский парламент сегодня? Какие законы принимают и чьи интересы защищают депутаты? Об этом в нашей программе стоит задуматься. В студии Регина Лисаченко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. У Путина и Медведева остался год. В Госдуме резко раскритиковали экономическую ситуацию в России. Миллионы за краба. Зачем правительство поменяло правила игры на вылоп членистоногих? ГИБДД предложило увеличить штрафы в 6 раз за превышение скорости. В Госдуме попросили отсрочки на два года. Население беднеет, фиксируют социологи. Так, по данным в ЦИОМ, около 70% россиян перешли на режим строгой экономии. В прошлом году таких граждан было меньше 63%. При этом повседневные расходы в марте выросли на рекордную величину. 11% сообщает агентство «РАМИР». Между тем, власти рапортуют, что инфляция держится на уровне 5%. Реальный рост цен в два раза выше, говорят эксперты. Борьба с бедностью в России. Лозунги и реалии. Так назывался круглый стол, который прошел в Государственной Думе 8 апреля. Почему не удается преодолеть социальный раскол и чем он опасен для страны? Сегодня в России к бедным можно отнести до 70% домашних хозяйств. После уплаты налогов, услуг ЖКХ, процентов по кредитам и ипотеке многие семьи располагают суммой меньше уровня прожиточного минимума. А если в семье есть дети, то положение усугубляется. Скверное положение дел готово признать даже в правительственные чиновники. Большинство наших бедных – это семьи, именно семьи с детьми. Вот это очень нехорошая тенденция. Это, наверное, одна из главных проблем. Среди всех малообеспеченных домохозяйств именно семьи с детьми составляют более 80% всех малообеспеченных. Впрочем, недели ранее на правительственном часе в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что борьбу с нищетой в России надо начинать с оставления социального портрета бедности. В 2019 году стартовал пилотный проект в восьми регионах страны для того, чтобы выяснить истинные причины бедности семей, а также то, почему многие семьи не обращаются за теми мерами социальной поддержки, которые сегодня существуют. Иными словами, Кабмин предлагает оценить доходы каждого гражданина, а главное – под микроскопом изучить его расходы. Насколько затратен проект, правительстве предпочитают не говорить. Зато со стопроцентной уверенностью констатируют – борьба с бедностью откладывается как минимум на год. Поэтому для нас сейчас принципиально важно на базе этого пилотного проекта выявить, что же являются причиной этой бедности для того, чтобы разработать соответствующий комплекс мероприятий. Пока в Белом доме только собираются докопаться до истины, в доме уже готовы назвать основные причины, которые породили в России бедность. Первая – это нищенский уровень зарплат, с которых удержится еще и 13% налога. Вторая – мизерные пенсии. Напомню на всякий случай еще раз некоторые данные о средних размерах пенсии в некоторых странах в 2018 году. Там даже в Эстонии 440, у нас 215, еще недавно было 235 долларов. Следующая причина – кома, в которую, судя по всему, впала российская экономика. Прогноз Минэкономразвития – то вы увидите, что в 2019 году 1,3, а к 2024 году только более-менее на 3%. То есть мы еще почти 6 лет планируем отставание от мировой экономики, вопреки, между прочим, в том числе и указу президента. Далее – рекордный уровень социального неравенства. Мы – мировые рекордсмены. 1% населения владеет 7-10% национального богатства. При этом Россия – единственная страна большой двадцатки, где нет прогрессивного налогообложения. В Москве уже 71 миллиардер не желают платить нормальные налоги. И в Америке, и в Англии, и в Китае, и в Бразилии. Богатые люди платят по прогрессивной шкале. Завтра можно внести и получить большой доход с этого. Я не вижу тут никакой проблемы, кроме проблемы совести и политической воли. Как говорят в таких случаях, масло в огонь подлила и аудитор счетной палаты. Правительство Российской Федерации в основных направлениях своей деятельности до 2024 года запланировало достижение показателей снижения бедности и повышения реальных доходов граждан в рамках реализации национальных проектов. Слушайте внимательно. Однако, ни один из документов стратегического планирования не содержит комплекса мероприятий, направленного на повышение уровня жизни граждан и преодоление бедности. Создается впечатление, что правительство попросту не знает, как побороть бедность в стране. И поэтому точечно латает дыры. Получается, судя по выводам экспертов, не здорово. Если мы посмотрим на программы, которые направлены на поддержку малообеспеченных семей и семей бедных, то мы увидим, что эти программы мало помогают выйти семьям из состояния бедности. Размер пособий этих для малообеспеченных и бедных семей очень низкий. В среднем менее 10% от проживочного минимума. Между тем, по оценкам экономистов, за 6 лет из кармана населения под разными предлогами будет изъято около 12 триллионов рублей. Вот простые арифметические выкладки. Повышение пенсионного возраста на 5 лет только по оценкам Минфина составит экономию для бюджета порядка 2 триллионов рублей. Заморозка накопительной части пенсии принесет в казну еще 2 триллиона. Повышение НДС на 2% пункта по самым скромным оценкам это от 3 до 3,5 триллионов рублей. Ну и прочие по мелочам варианты повышения налогов, повышение акцизов на бензин, дизельное топливо, повышение акцизов на остальные подакцизные товары, алкоголь, табачные изделия, соответственно, введение налога на самозанятых, пресловутый налоговый маневр в нефтяной отрасли. Только вот такими шагами еще 2 триллиона рублей у нас с вами заберут. Участники круглого стола ничего нового правительству и не предлагают. Казну можно пополнить за счет введения прогрессивной шкалы налогообложения. Кроме того, российские деньги должны работать на экономику страны, а не на западных партнеров. Главными опасностями являются нищета, вымирание, раскол общества, износ оборудования. Это уже не терпит отлагательств. Я и премьеру, и президенту сказал, у вас остался один год для принятия важнейших решений. А за этим последует не просто недоверие. За год после людоедской пенсионной реформы доверие упало в два раза. Если оно еще сократится и сползет ниже 20%, дальше российский Майдан станет неизбежностью. В ближайшее время на рынке вылова краба ожидаются большие перемены. На аукционы будет выставлено 50% квот на добычу биоресурса. Новая система дележки ценного улова по замыслу правительства выведет на рынок новые компании. Параллельно в Минсельхозе надеются заработать на аукционах около 80 миллиардов рублей. Правда, если учесть, что торги будут проводиться раз в 15 лет, сумма уже не выглядит такой аппетитной. В Госдуме лоббисты правительственного закона отказались считать убытки регионов. А ведь изменение правил игры может привести к банкротству сотен рыболовецких колхозов. Это потери рабочих мест и многомиллионные выпадающие доходы регионов. Настораживает скорость принятия этого законопроекта. 4 апреля он прошел первое чтение, а уже 10, то есть через 6 дней, документ обрел форму закона. Начнем с того, что промысел этого деликатеса очень прибыльное дело. Большая часть добытого идет на экспорт по цене 35-40 долларов за 1 килограмм живого веса. Ежегодно Росрыболовство выделяет квоты на вылов около 80 тысяч тонн краба. Когда на кону такие деньги, тут не до сантиментов. Хотя попытка соблюсти приличие все-таки была. Государство от этого оборота за пользование очень важным, нужным, элитным природным ресурсом получает менее 1%. 388 миллионов рублей. Однако эти правила установили сами законодатели. Опять же, давайте не будем лукавить. Плата заводной биоресурсы – это одна из составляющих. Компании платят НДС, компании платят единый сельскохозяйственный налог, компании платят налог на прибыль, компании платят налог на дивиденды. Компании создают рабочие места, платят налоги с фонда заработной платы. Давайте тогда считать всю налоговую нагрузку, которая приходится на отрасли. И поверьте, это миллиарды рублей, а не 380 миллионов. А теперь внимание новеллу о крабовых аукционах на охотный ряд внесли 19 марта. На следующий день Совет Думы решил направить документ на обсуждение в регионы. Предполагалось, что отзывы будут собирать 30 дней. Но в рассылку законопроект так и не ушел. В одночасье в профильном комитете решили, что мнение регионов неинтересно. Мы здесь не говорим о использовании или неиспользовании, или об изменении объема использования природных ресурсов. Краб он как ловился в том объеме, как и будет ловиться. То есть мы не говорим об использовании самого природного ресурса. Здесь мы говорим о порядке допуска или правилах допуска хозяйствующих субъектов к распределению вот этой доли, не более того. А далее начали происходить и вовсе чудные дела. В правительственном варианте предусматривалось, что квоты закрепят за победителем аукциона на 10 лет. Однако по предложению профильного комитета этот срок продлили до 15 лет. Заодно увеличили и время, в течение которого будет необходимо построить по квоте новые суда. Если раньше три года давалось победителю аукциона на строительство корабля, то теперь дается пять. То есть по сути пять лет человек может выиграть аукцион и ничего не строит, потом просто зайти в суды, либо даже разорвав контракт, воспользовавшись ресурсом. То есть поправками на самом деле мы идем к тому, что недобросовестные компании будут выигрывать эти аукционы. Кстати, до 2004 года квоты на добычу рыбы и морских гадов продавались на аукционах. Действовал принцип, у кого больше денег, тот и получает право вылова. В 1992 году, после развала Советского Союза, вылов Российской Федерации составлял 5,5 миллионов тонн. К 2004 году этот вылов упал почти в два раза. После введения исторического принципа сначала сроком на 5 лет, а потом на 10 лет, за 15 лет отрасль смогла практически нарастить показатели. И вот уже по итогам 2018 года вылов Российской Федерации составляет более 5 миллионов тонн. И тут правительство предложило меняться. 20% квот на вылов водных биоресурсов на строительство новых рыболовецких траулеров. Но для компаний, которые выходят на крабовые аукционы, правила сначала корабли, потом квоты отменили. Возникает вопрос, а на каких судах они сейчас будут вылов, а как будет взаимодействие с теми небольшими компаниями, которые сейчас в регионе работают на Дальнем Востоке. Многие из них являются одним из ключевых налогоплательщиков. Мы должны четко понимать, российская налоговая система – это не только средства, которые идут в федеральный бюджет, это еще региональный и местный. И, конечно, изменение этой квоты объективно нанесет определенный ущерб поступлению в местные и региональные бюджеты, не говоря о тех инфраструктурных отчислениях, которые идут в социальную сферу. Все деньги от аукционов пойдут в федеральный бюджет. В регионах уже хватаются за голову. Местным рыбхозам грозит банкротство. В Приморье уже заявили – 3000 человек могут потерять работу. Тоже правительство, говорят, разовый розыгрыш этой квоты может привести к пополнению бюджета более чем 80 миллиардов. А кто знает, какая реальная цена итогов конкурса будет и аукциона этого. А возможно не 80, а возможно 40, а возможно 20. То есть все цифры они пока еще играют. Тот факт, что во всей рыбной отрасли эту инициативу поддержала только одна компания, говорит о многом. В перспективе и вовсе есть вероятность, что появится некий морской мераторг, которому может принадлежать до 35% квот. И это уже похоже на передел рынка. Будет один крупный монополист, который будет иметь колоссальную федеральную поддержку. Даже глава региона Дальневосточного навряд ли сможет с ним встретиться, обсудить какую-то помощь и поддержку. В ноябре 2019 года должны пройти первые аукционы. В зависимости от выигравшего станет понятно, кто так усиленно лоббировал свои интересы в Госдуме. За превышение скорости более чем на 20 км в час ГИБДД предлагает штрафовать уже не на 500 рублей, а сразу на 3 тысячи. Также автоинспекция задумалась над тем, чтобы убрать скидку за быструю оплату штрафа. Столь новаторские идеи озвучил на общественных слушаниях в Госдуме заместитель начальника ГИБДД Олег Панарин. В ГИБДД надеются, что столь радикальные меры помогут снизить количество аварий на дорогах. Превышение скорости является самым распространенным нарушением правил дорожного движения. По нашим сведениям, 94% постановлений, вынесенных за нарушение скорости, связано с превышением скорости на 20-40 км в час. Однако принятие этой меры в автоинспекции готовы отложить на два года, чтобы провести ревизию российских дорог на предмет соответствия скорости движения. И забыть о скоростном режиме 70-х годов, где максимальная скорость была 90 км и были не дороги, а направления. Там, где сегодня нельзя после приведения в нормативное состояние дорог первой и второй категории поселки, есть населенные пункты, там оставить ту скорость, которая есть. Но скорость 90 км должна уйти в историю. Для сравнения, в Европе грузовики проходят за сутки в среднем около тысячи километров. Пропускная способность российских трасс в два раза ниже. Впрочем, сегодня наши дороги превратились в кормушки. Зачастую сейчас забота о безопасности и не пахнет. Забота о дорожной безопасности, о безопасности дорожного движения. Мы видим, что идет тотальная коммерциализация организации дорожного движения. Всеми путями, любыми силами, с использованием самых современных технических методов, в частности, системы автоматической фото- и видеофиксации, органы исполнительной власти регионов ставят перед собой одну задачу. Это инструментарий для сбора денег, для пополнения бюджета. Депутат, по-видимому, забыл, что за закон, разрешающий региональным и муниципальным властям устанавливать автоматические камеры на дорогах, голосовали исключительно его коллеги-единороссы. Кроме того, есть в России еще одна беда. Несколько лет назад ГИБДД передала организацию дорожного движения местным властям. Эффективность проектов после того, как госавтоинспекция перестала согласовывать со своей стороны, существенно стала уходить вниз. Мы отмечаем то, что надо серьезно поднимать вопрос о возврате инстанции госавтоинспекции в согласовательной практике проектов, но при этом также рассмотреть в комплексе с этим вопрос о приобретении требуемых квалификаций сотрудниками госавтоинспекции, потому что это тоже утраченная компетенция. В итоге участники слушаний сошлись на компромиссе. На трассах должно сохраниться допустимое превышение скорости на 20 км в час. В населенных пунктах его сократят до 10 км в час. А вот о размере штрафа с ГИБДД спорить не стали. Разве что попросили не отменять 50-процентную скидку за быструю оплату, чтобы не потопить суды в жалобах автолюбителей на работу камер видеофиксации. Депутаты от фракции КПРФ предложили наказывать рублем чиновников за публичное оскорбление граждан. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают, что в последнее время участились случаи, когда слуги народа разных уровней выражают свое презрительное отношение к россиянам. Дешевые макарошки. Вам, государство, в принципе ничего не должно. Если не хватает денег, надо есть меньше. Эти высказывания чиновников еще долго будут помнить в народе. Недавно этот список пополнился новым перлом. Его автором стал губернатор Архангельской области. Я 20 с лишним лет прожил здесь. У меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которую здесь никто и звать никак, пытаются меня называть непонятно кем, то калининградцем, то украинцем. Ну, 28 лет я на этой земле. Поэтому мне плевать на их рейтинги, голосование по поводу того, что они обо мне думают. Так эмоционально глава региона среагировал на замечание, что 96% населения области против строительства мусорного полигона в Шиесе. Вот за такие высказывания депутаты из КПРФ и предлагают наказывать высокопоставленных чиновников рублем. Есть, допустим, кодекс чиновника. Это моральное, принятое на себя обязательство, без юридического обоснования и без штрафов. Но оно же не работает. Не работает. Сегодня воспитался целый класс чиновников, которые обслуживают капиталы олигархов и никак не обращают внимание на население. Это надо переворачивать. Авторы законопроекта не скрывают. Их новелла – ответ на принятый в марте закон клишица об оскорблении власти. Пресс от того закона, который уже принят, подписан президентом, о том, что наказывается за критику власти, он уже заработал. И люди уже почувствовали на своей шкуре это. И в средствах массовой информации, и ограничения. Да, пока до штрафов не дошло, но все еще впереди. Будут соответствующие штрафы. Поэтому здесь надо сбалансировать. Не может быть общество крен только в одну сторону. В качестве наказания предлагается штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Для сравнения, гражданину за оскорбление власти грозят весьма серьезные меры. Арест до 15 суток и в разы большие штрафы. На сегодня все. Это была программа «Стоит задуматься» и я ее ведущая Регина Лисаченко. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова